Валер, давно тебя не видели в команде. Расскажи, как провел этот период времени? Где играл? Насколько, скажем так, ты доволен? Как этот период прошел для тебя? Я побывал полгода в аренде в Рязани у своего тренера, который у меня был еще в детской школе. Там получил немного опыта игры, уже более мужской футбол. Потом меня пригласили в Пензу, Виктор Буатов, такой уже знакомый Крелем, наверное. У него я тоже многому научился. Он больше техничный футбол, такой под Барселон. Я стараюсь играть в футбол более-менее. Пас, комбинации, техничный футбол, красивый для зрителей, для болельщиков. Так что, довольно, считаю, хорошо провел этот период. Многому научился и доволен. Прочувствовал разницу между футболом, который играл в молодежке и, в первую очередь, соперниками, как играли в молодежном первенстве, и все-таки профессиональным футболом, в чем она заключается. И, на твой взгляд, было ли, скажем так, вот это время более эффективно в точке зрения твоего профессионального роста, именно потому что соперники уже другие? Конечно, было, потому что там уже играют мужики. Это уже более силовой футбол. Плюс у нас в команде были игроки, которые играли в премьер-лиге, такие как Калашников Илья, Киселев Денис, которых есть чему поучиться, которые подсказывают. И, я думаю, это был большой плюс для меня. И для ребят молодых, кто играет, получает такой опыт во второй линии. Связь все это время какую-то поддерживал с Крыльями, с тренерами, с клубом? Было желание все-таки обязательно в Самару вернуться? Конечно, это уже мой второй дом, можно сказать. Я уже тут с 2010 года. Так что, большое желание вернуться в Самару. И надеюсь, что это получится. Сейчас беседовал ли ты уже с тренером? Насколько он рассчитывает на тебя сейчас? Нет, еще не беседовал. Еще не беседовал. Сейчас идет подготовительная часть, она, возможно, самая тяжелая с точки зрения нагрузок, двухразовые тренировки. От тебя, наверное, еще тяжелее, потому что и скорости немножко другие. Сильно ли это часть в премьер-лиге, предсезонная подготовка от того, с чем сталкивался в других командах? Да не особо сильно. Везде на сборах надо бегать, везде надо по максимуму. Ну, как и в сезоне, в принципе. Но здесь идет фундамент, закладывается на сезон, так что он везде примерно одинаковый. Скорости, да, тут побольше, быстрее надо думать, все быстрее и быстрее делать. Ну, и точно, естественно. Ну, а в плане физики, я думаю, везде примерно одинаково. В второй лиге, в первой лиге, в премьер-лиге. Насколько у тебя еще контракт? И если сейчас встанет выбор опять уйти куда-то, например, в аренду и играть, или остаться в крыльях, но в качестве игрока резерва, ты бы что предпочел? Если честно, не знаю пока. Насчет будущего посмотрим.